Исущим во грабежи его даровав, Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровав. Продолжается занятие по Евангелию от Иоанна. Восьмая глава, двадцать пятый, двадцать седьмой стихи. «Когда сказали ему, кто же ты?» Иисус сказал им, «от начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об отце. «Толкование. Но поистине омрачилось немысленно, несмысленное их сердце» Римлянам 1.21. «Я мог бы и ныне судить вас, но оставляю это до будущего века, а вы не веруете и не обращаете внимания на время воздаяния. Но если вы и не веруете, то истинен Отец мой, который и назначил день для воздаяния вам, и меня послал возвестить об этом и открыл миру его правду и силу». «Толкование. Короткое на эти стихи, с 25-го по 27-й. Какие соображения? Как мы увидим, что Слово Божие живы и действенны в наше время?» «А что они должны были, вот из того, что сейчас Господь сказал? Внимательно. Всем внимательно. Что должны были понять иудеи? Кто вообще перед ним стоит? К кому он обращается? Какое сословие там присутствует? Ну, народ иудейский, понятно. А по сословию кто они? Книжники, фарисеи, саддуки, простой народ, мытари, блудницы. Кто здесь? К кому он обращается? Или уже тут все пришли? И уже ко всем он обращается? Это же Господь прям говорит. Он как говорит? С трибуны, стоя на площади, просто его окружает. Ну, десяток человек, больше никто ничего не слышит. Ну, начинается стихи с того, что они сказали ему. Тогда сказали ему. Кто сказал? Так вперед-то посмотрите тогда. Что нужно прочитать? Прежде, чтобы было это понятно. Прежде вот здесь перевернуть саницу еще надо. Тут большое было толкование перед этим. В тот раз. Так, и... Опять. Тогда сказали ему кто? Непонятно кто. Еще раньше? Еще давайте, да, раньше. Все уже забыли, кто это стоит. Еще фарисеи спрашивают. Вот они. Они до этого спрашивают. Иоанна 8, 13, 14. Тогда фарисеи сказали ему. И там опять сказали ему. А перед этим были люди, которых фарисеи послали. И Господь опять вот тут говорит. И они пришли и говорят. А мы не смогли его взять. Потому что он говорит такое. Тогда фарисеи сказали ему. Ты сам о себе свидетельствующий. Свидетельство твое не истинно. А теперь, когда он опять говорит. Смотрим опять. То есть фарисеи садуке. И народ тоже присутствовал. Тогда сказали ему. Кто же ты? А как вы думаете. Вот Господь вот это все говорит. Он объяснял, объяснял. А я опять. Кто же ты? Как вы думаете. Господь где стоит? В углу где-то? Где-то в какой-то рощице? На берегу реки? В лодке? Или на возвышенности? Как вы думаете. Где Христос разговаривает и говорит об этом? Такие слова. Они же были в храме. Они точно в храме? Где все это началось-то? Разговоры. Все эти. Где это могло случиться-то? Иисус же пошел на гору Иллионскую. А утром опять пришел в храм. И весь народ шел к нему. Ну так. Стало быть. В храме? В храме? Значит все. Потому что больше нигде не говорится, что он куда-то ушел. Вот тут вот. Значит в храме. Нету, да? Значит в храме. Дальше. Сестра твоя, я к России не права. Она не просто права, а она просто внимательно слушает Слово Божье. Раньше говорилось о том, что они не могли взять его, хотя он был в храме при них. Тоже. Вот это какой стих это ты прочитала? Не помнишь? Это здесь где-то вот тут есть. Потому что они хотели взять его. Это наверное 10-й, 9-й стихи. Послужителей послали. Он говорит в храме. То есть Христа слышат очень многие люди. Очень многие люди, евреи причем слышат. И он говорит им сущий от века. Дальше. Что должно было случиться? Они должны завалить его вопросами. Как ты можешь быть сущим? Ответ. Ты как можешь быть? Мы тебя понимаем, что ты говоришь о сущем, но ты говоришь как бы о себе. И они опять его не спрашивают ни о чем. Вот это странное очень в людях. Такое качество есть. Самомнение оно называется. Очень хороший стих. Пожалуйста. Тогда фарисеи сказали ему. Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно. А Иисус сказал им в ответ. Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно. А почему? Потому что я знаю откуда пришел и куда иду. А вы не знаете откуда я и куда иду. А вот из этих слов можно, которых мы последние в 25 стихе, понять, что Господь начинает им говорить, откуда он пришел, куда иду. Да он уже говорит дальше, говорит он, что я свет миру. Вы судите по плоти, я не сужу никого. Если я сужу, то мой суд истинен. Потому что я не один, но я и Отец пославший меня. Он им все уже объясняет, а они опять, они его вообще не понимают, они его не слышат. И только нужно спросить, а как нам не дойти до этого состояния? И что нужно делать? Вот нужно слушать Христа. Вот Христос говорит, его слова прямо здесь выбрать и прослушать, что он сказал людям. И сказать просто, что это аспиды глухие и немые. Он еще опять говорит, я сам свидетельствую о себе и свидетельствую о мне Отец пославший меня. Куда еще? Куда дальше? Не понятно. А вопросы? Они вопросы даже не задают, понимаете? Они его опять укоряют в том, что он предатель, что он что-то не то говорит. Вы не знаете меня, не моего отца. Совершенно верно. Вот сестра хорошо сказала, у них другая цель у этих людей. А вот те, которые простые люди, и даже тех, которых они послали служителям, они услышали нечто в словах его великое. И непонятное для них, но что-то открылось у них. Немного дрогнула душа, и вот эта совесть приоткрылась. Когда люди без совести, они вот творят, ну, обычно беззаконие какие-то. Ну, бывают мелкие, а бывают очень крупные. И вот здесь явное различие. То есть, вот эти мытари, фарисеи, книжники, саддукеи. Не мытари, мытари не будем брать. Это именно саддукеи, фарисеи, книжники, да. И яродиане. И римские вот эти, ну, римские язычники, ладно. И они не могут вообще слышать Христа. Только некоторые из них, про некоторых и говорится. А вот о священниках было сказано, какая вторая глава Девятых Апостолов. И многие из священников покорились вере. Написано, покорились вере. Странное такое понятие. Не уверовали, а покорились вере. То есть, священники хорошо знали Писание, исполняли вот эти обеты, обряды все, таинства божественные. И когда они слышали от апостолов, по ветхому, конечно, завету нового еще не было. Их, то, что Христос им отвечал на вопросы, когда они беседовали, они с ними беседовали. И они понимали, что это новый завет пришел. Потому что о новом завете было у Малахии сказано, и у Захарии, и у Исаии, и у Иеремии. Говорилось о новом завете, о новом сердце, не каменном, а плотенном и так далее. И, видать, священникам просто деваться некуда было. Они принимали слова Христа, потому что слово «покорились вере». Очень странно. Согласны? Оно странно, почему? Потому что можно покориться, то есть, как бы, подчиниться. Подчиниться, но себе на уме держать свое мнение. Совершенно верно. И поэтому вот это странно. Многие покорились вере, а потом, может быть, и ушли. Помните, как сказано, что когда на горе Елеонской Господь возносился, было 500 братьев, более даже. А многие не поверили. Даже уже будучи, видели все и не поверили почему-то. Далее, 8 глава, 28-29 стихи. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня, есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Толкование. «Вы, говорит, думаете, что когда распнете Меня, будете свободны от всякой заботы и избавитесь от Меня? А Я говорю, что вы узнаете, что это Я, то есть Христос, Сын Божий, все носящий и держащий». Евреям 1, 3. «И что Я не противник Отцу, не действую и не говорю сам от себя, ибо не имею собственной воли, отличной от воли Отца. Как же они узнают Его на кресте? Из знамений того времени, из воскресения Его и пленения их, ибо все это могло обнаружить Его силу, ибо Отец не предал бы вашего города римлянам отмщения за Меня и совершил бы знамений на кресте, если бы Я не был Сыном Его и не единомышленным, а не противным Богу». Впрочем, такую уничижанную речью Он нисколько не вредит своей славе, но слушателям приносил пользу, да и свою славу через это упрочивал, ибо слушатели, слыша, что Он все относит к Отцу, охотнее прилагались к Нему и веровали в Него, так что смирение более возвышало Его». «Бог, многократно и многообразно говоривший издевле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияния славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссела десную престола величия на высоте, будучи столь превосходней ангелов, сколько славнейшее пред Ним наследовал имя». Ну, тут еще дальше уже раскрывается. как раз-то все изложил, в дополнение к этим стихам. «Давайте дальше». Следующие стихи. Иоанна 8 глава, 30-32 стихи. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Все-таки уверовали. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Толкование. «Чего бы ни случилось с ними, не могущими постигнуть глубины богословского таинства…» Немогущими себе. Ну, ладно. «Чего бы ни случилось с ними, не могущими постигнуть глубины богословского таинства, когда высота Его славы осталась непостижимой и для христиан, познавших Его силу и спасенных им, Когда слышишь, что многие уверовали, понимай так, что уверовали просто и как случилось, а не как должно было уверовали, потому что им понравилось смирение в речах. Поэтому и уверовали. Но не как должно уверовали. А что они не были верующими в точном смысле, это очевидно. Интересно, как выражение такое, в толковании, что можно быть верующим, но не в точном смысле. Мы это часто видим. Ибо Он к уверовавшим иудеям говорил, если пребудете в Слове Моем. С ним показывает, что хотя они уверовали, но поверхностно. И потому не останутся в вере. Обличая же их в этом, показывает, что Он знает сердца их и есть Бог. Кто может знать сердца человека? Кроме Бога. А как некоторые из прежних мнимых учеников Его удалились, посему к уверовавшим теперь Он говорит. Хотя те удалились, но если вы пребудете в Моем Слове и вере, то познайте истину, то есть Меня. Ибо Я есмь истина. Иоанн 14, 6. С большой буквы истина. Да. Здесь вот маленькая, здесь именно большой. Он сам говорит про себя. Ибо Я есмь истина. Я есть истина. Путь истинной жизни. Да. Это этот стих именно. Ныне же вы не знаете истины. Потому что закон, блюстителями которого вы себя почитаете, не есть истина, но образ и тень. Если познаете Меня, который истинен, то истина освободит вас. То есть Я освобожу вас от грехов. Ибо кто верует в землющего грех мира, тот без сомнения свободен от грехов. Как неверующим Он сказал, что умрете во грехах своих. Иоанна 8, 21. Так тем, которые пребудут в вере, обещают свободу от грехов. Ибо законные жертвы и окропления, как образы, не освобождали от грехов. А жертва духовная и истинная через веру и познание освобождает от грехов нас. Которые уже не останемся рабами, но соделываемся сынами Божьими. Можно? Да, конечно, нужно. Евангелие от Иоанна будет в 18 стихе, когда у Пилата Господь. И разговор идет о том, кто такой Христос. Но Пилату тяжело как язычнику понять. И он спрашивает. Пилат сказал ему, и так ты царь? С вопросом он задает вопрос. Это единственный человек, кто нормально задает вопрос. Ну, потому что говорили, что он... Ну, он не язычник, это другое совсем мышление. А у иудеев совсем другая цель была. Правильно, сестра хорошо сказала, надо запомнить. Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего. И вот что здесь должен был Пилат сделать? Вот если бы он был фашистом, он к стенке бы поставил и перестал слушать его вообще. Чего он говорит им? Мелец просто. Или отпустил бы безумный. То есть два должно быть направления. Пилат, глядите, что он спрашивает. Пилат сказал ему, что есть истина. Он какой-то филолог, как вот у нас сестра, которая занимается книгами. Он филолог, что ли, Пилат-то? Ему об этом ли думать-то? А он думает об истине. И смотрите, Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал. Я никакой вины не нахожу в нем. Есть у вас обычаи? Ну, то есть и дальше. То есть получается, что он вообще пропустил мимо ушей то, что Господь сказал. Я царь. Он должен был сказать, а ты все-таки царь. Тебя нужно точно убить. Но когда Христос до конца сказал и слово истина, А в толковании Златоуста говорится о том, Что через жену Пилата мы узнаем, Что Пилат, он был неверующий, вообще неверующий человек был уже. Он давно разочаровался во всяких богах. Он был чистый администратор. И поэтому, когда жена к нему прибежала, Письмо ему передала, он не внял. Потом сама прибежала. Ничего не делая. Во сне приходили ко мне в этом человеке, Сказали, чтобы ты не делал ему ничего. То есть жена бегает туда-сюда. Не делала зла. Да, не делала ему зла. И он все-таки старается не делать зла. Какое-то время даже думает об этом. Но так как он не был верующим вообще никаких богов, И истина. Он неправильный вопрос задал. Он должен был сказать, кто истина? Кто? А он задает вопрос, что истина? А он знает, на этой земле выше, чем власть императора римского, Нету ничего выше власти. Почему? У него 20, 30, а иногда 40 легионов. Это по 10, это 400 тысяч вооруженных людей под ним. Он может любую народность покорить. Он может все приобрести. Золото, бриллианты. Ну все, что захочет. И поэтому главное было, что, а не кто. Кто он знал, кто вершит всем. А окажется, перед ним стояла истина. И мы должны обратиться к этому с вами. Христос истина, понимаете? А теперь мы должны эту книгу просто с собой все время носить за пазухой. Если что, сверяться так. Господи, что тут? Вот Ваня. Молодец. Он уже начал осознавать, что к чему. Уже говорит, помолитесь. Уже сам встает, никто его не тянет. Он уже, это понятно, он не хочет поднимать оружие. Брат Никита там далеко, тоже не хочет брать оружие. Сопротивляется. Ты здесь с помощью, видишь, прям рядом братья и сестры. Потому что у тебя такой внутренний стержень, ну не очень жесткий. А Никиту, видишь, куда отослали? Подальше от всех. И он там держится. Ну пожестче. Дай Бог ему сохраним. Мы должны молиться за все, чтобы он никогда Христа не забывал. И как сказал Солженицын, когда первый раз его допрашивали и сказали, будешь ты работать на этот, ну с аглядотаем там, среди вот этих веры, сидящих людей там. А он сказал, я в первый раз спрятался за Христа. И сказал, мне вера не позволяет этого делать. И от него отстали. Вот в чем дело. Все. Читаем дальше. Восьмая глава от Иоанна, 33-36 стихи. Ему отвечали. Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им. Истинно. Истинно говорю вам. Всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывая из дома вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Так, вот здесь вот сын не должно ли быть именно с большой буквы? Нет, это, наверное, общее понятие. Сын пребывает вечно. Вот только какой сын может пребывать. Ну, давайте я посмотрю в этом сейчас. Вот это, восьмое глаза, вот это, если бы, везде применили и выполнили. Так, какой-то здесь, с 30-36 стихи, с истинно свободит, свободно будет. И курил, и матерков, и еще не будет. Одна и кваза этой все не будет сейчас. Нам, это кажется, так, это нормально. Сын, это моя воля. Ну, сын с большой буквы. Ну, тут, видите, раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Ну, то есть он уже от отца, и поэтому как бы в доме отца уже все. Это его семя. Вот, поэтому, общее, короче, определение. Толкование. Гордые иудеи опять привязываются к суетному благородству и с яростью говорят. Мы семя Авраамова. Если и нужно им было негодовать, то на что-нибудь другое. Он сказал им, вы познаете истину. Посему им следовало бы сказать, что ж, разве ныне мы не знаем истины? Разве все предписания закона и наше познание ложны? Но они ни о чем таком не заботились. Они беспокоятся о делах мирских, думая, что он укоряет их в рабстве и низком происхождении. Мы семя Авраамова. Нигде они не упоминают о своих достоинствах, но обращаются к отцам. Господь не обличает их во лжи. Его цель – доказать не то, что они рабы человеков, но что они рабы грехов. А это рабство и есть самое тяжкое, и от него может избавить только один Бог. Ибо отпускать грехи – дело одного только Бога. Посему, говорит, всякий, делающий грех, есть раб греха. А посему и вы, поскольку грешны, также рабы. Но на это они могли сказать, что хотя мы и подвижим такому рабству, но у нас есть жертвы, есть священники, которые очищают нас от грехов. Он говорит, что и они рабы, потому что все грешили и лишены славы Божией. Римлянам 3, 23. Впрочем, священники ваши, будучи сами рабами, не имеют власти другим прощать грехи. Об этом яснее говорит апостол Павел. Именно, что священник должен приносить в жертву, жертву из-за самого себя и как за народ, потому что и сам обложен немощами. Евреям 5, 2, 3. Итак, те священники и ваши, будучи рабами, не имели власти прощать грехи, а я, сын, пребывающий в дому, то есть имеющий власть и свидетель, и самостоятельное начальство. Владыка дома, одарю вас свободою, потому что все мое, и я единосилен и единовластен со Отцом. Когда я вас освобожу, тогда вы будете почтены истинною свободою. Теперь вы присвояете себе ложную свободу, а мною будете освобождены существенно и истинно. Римлянам 3 глава 21 стиха. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. И теперь 20-30 стих, который там был указан. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. То есть без этих двух стихов, в принципе, надо было пояснить. И еще что у нас есть? Евреям 5, 2, 3. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары в жертвы за грехи. Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Но то, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Ну и общеизвестный лозунг, когда совершился этот переворот в нашей стране, мы не рабы, рабы не мы. Когда начался ликбез, это первый лозунг, он всем был предписан, и все его повторяли из уст в пустыне. Ударение на е нужно делать. Я думал, что мы не рабы, рабы не мы. То есть как повтор. Не мы. Рабы не мы, оказывается. Не мы, безвластные. Я об этом узнал очень поздно уже. Ударение только сделай, там понятно смысл был. Да. Нельзя слово сказать было. Рабы не мы. Перефразиваю. Рабы не мы. Никакие фашисты, никто. Я по порядку разговариваю. Я говорю, давайте вот. Да нет, фашисты. Объясняй это, а я буду объяснять это. Скажи, допустим, большевики пришли, Россия в каком уровне была? Ну еще бы, сколько лет, 12, говорят, первая с горстнадцатой в мире была бы. Как все промышленность развивается, проценты, каждый год 3-5 миллионов живых прибыли на народу. Так, пришли на готовое. И что сделали? В Германии приходят к власти геханистов. Приходит полная разруха, ничего нету. Берут там и уголь, и всего них ничего нету, совершенно. И кормят людей, там дома приставила, где там. Он пришел, совершенно никакое, и вывел его в первое государство. Давайте, просто скажем так. Давай дальше. Все кормится землею. У нас 12 миллионов лучших тружеников арестовали и погубили. 12-й тум, посчитай, это слово в слово мне рассказывают, которые перетерпели. Этот, наоборот, поднимает сельское хозяйство. Ну сравним. Гильдер и Ленин. Я не за Гитлера, я просто говорю, дела какие есть. Дальше. У него офицерский состав какой был. Всех поднимают. Дальше училище открывают. Ни одного не тронули. Здесь всех офицеров под нож. Не считай тех, как несколько перешли. По порядку считай. Казачество. У них нет казачества. Здесь казачество поголовно уничтожить. Дальше. Он ставит задачу. Поставить все дороги. У нас дороги начальство. Еще Карамзин говорил. Это начальство и дороги. Никак. У них дороги по сей день еще стоят. Дальше. Он сам стоит с лопатой. Сколько? Для виду там. Это другой вопрос. Где-то есть. Дальше. Чтобы у каждого была своя машина. Он поставил. Адольф Алоизович. Теперь. Чтобы каждый труженик. Каждый год. Имел возможность. Быть. В хорошем. Где-то. В санатории. В санатории. В курорте. Это все оплачено государством было. Ну сравнивать. Ну никак. Нигде нельзя. Дальше пошел. Говорили. Это неправильно. Вот пишет этот. Суворов. Который Резун. Сегодня признает. Да. Именно так и было. И немцы на этом стояли. Он опередил на две недели. Вот только. Нам выхода никакого, говорит, не было. Притом все государства, союзники и скандинави все понимали это. Так именно. Вот Резун. А то я тайну открыл. Вот начинаешь смотреть. За какие грехи русский народ это претерпел. Все еще впереди не окончилось. Священство тронуло ни одного. Профсоюза закрыл. Которые были против. Ну арестованы были. Здесь какой пункт мы не возьмем. Даже сравнивать не надо где-то. И притом кончен Йобинский процесс. Всех и Кетеля. А Кетеля вообще перед маршалом. Обыкновенная война была. Но там подписи какие-то. Повешить. 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 Американцы голосуют. Французы. Великобритания. Что ему до 10 лет или 15. Советский только расстрел. Уже тут. В Нюрненском процессе не могут успокоиться. Ну он вышел. Наш перман этот. Который у него по... Ну... Рад строительству. Ну строительству. Кроме того он военными делами. Там рабочие работали. Воеприпасы были. И он сказал. Я виноват. А все говорят. Не виновен. Не виновен. Но это другой вопрос. 20 лет. Отсидел где-то сколько 10. Выпустили. Там какие-то были. Ну пор там или все-то свои-то были эти. Какое здоровье? Плохое. У него болезнь такая. Не вылечит. Так. Выщипнуть его. Пусть дома умирает. У нас никогда. Щичагин этот. Метрополит-то пошел. Серапим. Уже 3,70 с лишним лет ему было. И он на покой. Пришли, арестовали. Наносил как принесли. Расстреляли. Советские-то. Гитлер ни разу нигде этого не делал. Я сравниваю. Советская власть. Она антивласть. Это первую очередь. Так. Привести в такую нищету. Сколько погибли. Чтоб покорялись. Голодомор. Почему Гитлеру не говорят, что Голодомор делал? А не было этого. Не было. Я не за Гитлера. Повторяю. Он споткнулся об евреях. Вот где главная вина была его. Но и то вначале он сказал. Только выехать. Потому что все подобрали в руки. Все зажали. Ничего нет. И они выезжали. А уж которые потом. Они с Геймлером Генрихом решили там. Это вопрос другой. Вот это его сгубило. А тут даже сравнить не надо. Ни одного храма не закрыты. 57 тысяч храма было закрыты. Четыре что ли осталось. 1250 монастырей. Хрустальная ночь. Один убитый еврей. И что-то три посадили троих. А здесь каждый каждый. Запомнили хрустальная ночь. Это за грехи народа. Вот который говорит это. Про пуху императора. Дал бы хуже. Но не нашлось. И при том как. Брали. Ну священник виноват. Никак. Арестовали. В эту ночь привезли. Даже ни сюда ничего не было. Но потом подписали. Тройка подписей. Все. И сами друг друга. Кто стоял на этом месте. Где Ежов был. Все расстреляны. Сначала на него навешивают. Он выполняет все что нужно. Потом говорит. Меня расстрелить. Я выполнял болью Сталин. Он говорил. И под подписи дали. То есть. Такой власти не было. Вот у Гитлера когда было. Тут Павлов был. Когда отступал. Первый генерал. К расстрелу. У Гитлера ни одного генерала. За расстрел не расстреляли. Нигде. Зная что этот сидит. Здесь не может выйти. Ему не могут прорвать оборону. Сталинград это. Павлиус это. Пельмаша присваивает. И советский. Я ему так присвоил. И он уже. Фельдмаршал как бы не работал. И теперь они хвалились. Единственный фельдмаршал попал в плен. А генерала там наверное сотни было. И что? Вопросу дальше. Даши-то стоит. Да. Он не соглашает. А дайте указание. Чтобы остальные знали. Я подписал. Уже сдался в плен. Я не имею права. И никакого наказания. Вот когда начинаешь смотреть. Это. Мы заслужили это. А которые отступали. Которые отступали. Останавливали. В Шарбат. Здесь никакие прям показывают на месте. Расстреливают и все. Сколько. Сегодня говорят цифры. В ужас идешь. Это своих людей расстреливали. А которые отдали в плен. 4,5 миллиона. Что-то не подсчитывать. Не кормить. Указание данное. И сколько умерло. Туда десятую часть догнали только. Опять же думаешь. Кто раскулашивал. Кто что делал. Теперь эти. Тоже не без винов. Это человек ни в чем не виновен. Ни в чем не виновен. Это ребенок. А мы виновны. Но не в том, в чем обвиняют. Вот в чем дело. А тебя сводили виновен. Виновен. В чем обвиняют. Я не виновен. Я виновен не признал в этом. Потому что то, что я распространял, это хорошее. Архипелага была. У меня есть газета. Я не знаю какая. Российская газета. Главная газета. Учредите российское правительство. И стоит Путин Владимир Владимирович. И Наталья Дмитриевна Солженицына. Заголовок. Солженицын. А как? Каким томом преподавание вести? А тогда нельзя было слово сказать. Меня захлопнули. Ну я дал слово. Распространять не буду. Власть исчезла. Я это распространил. Опять переначитал. Это он как раз прятался за Христа. Так? Да. Понятно. И поэтому сравнивать надо с позиции того, что сделано. А которое здесь в плену было. Ну, из пленного немца хоть одного посадили в тюрьму. Ни одного. Здесь все, кто из плена пришли по 10 лет. До 9-го угнал самолет. Самый современный немецкий. 9F. 10 лет отсидел. Вообще непонятно. Самолет из того еще сколько захватил, которые пленные были. Он летчик. И он сразу повел в другую сторону. Самолеты как кинулись в ту сторону. Ну-то нигде нету. Ни одна санкции в ней не зафиксировала. И только вышел. Допросили сразу в тюрьму. И знают, что это самолет новейшей марки пригнал. Из плена. Единственный случай за всю мировую войну. Там не в этом дело, что новейшая марка. Этот Хенкель 111-й был переоборудован вести ракеты Фау-2 до Лондона радиосигналом. Да как ему? Ну, он этот важный герой. Так его, я не знаю, это бесценное. Это там столько этих изобретений было. Я не знаю, что его жена сидит тоже арестовали, Володя. Ну, что? Даже сказать нельзя. Это не люди. Это людоеды были. А помните чистое небо, как он стоит, вот эти вот лица, и он вот на такой, рука мозолистая такая вся, и он так раскрывает эту там, звезда героя. Ну, это уж приврали чуть-то. Ну, конечно. И вот, когда начинаешь смотреть, вот у нас отец пришел с фронта. Ну, инвалид больный? Да. Льготы какую дали? А никакой. Десять ребятишек. Представь себе. С матерью бьются, она дояркой. Ну, корова молоко свое, должен все сдать в план. И яйца тоже. Правильно, отсепарируют, которые обратно нам давали маленько. Ну, маленькие хитрили. Мама, корова была, она такая спокойная. И она маленькие не додует, а мы выйдем в лажок-то, сядем и себе в рот доем. Есть-то охота, ничего нету. Ну, можно хоть что-то. У отца гуся водили, ну, пять гусят, а у него по двенадцать гусят. Тридцать и шесть гусят. Осенью приезжает в план. Каждая овечка должна принести полтора и дненка. Ну, где она полтора и дненка? То есть план нету, значит, с другого. Яблоня, с яблоней налог был. Тогда люди воду ночь порубили сады свои, все. Это не власть была, это сатана вырвался на свободу. У моей бабушки, мамины братья родные, три брата. Макар Пиларет Умануил, там, восемнадцать, двадцать, двадцать два года. Взяли, говорит, артериористы, все погибли. Ну, льготу-то какую-то, надо старикам дать. А за ним только следят, он и Златоуст кому-то считал где-то. Это даже вот выразить никак нельзя. И каждый год отец, она идет на проверку там. Отец говорит, ну, рука-то у меня не может прирасти. Здоровая еще может там перекомесовку-то. Ну, это что? И какая-то женщина, Бутакова там, Елена, пожизненно дала уже это. Он ее все время упоминал, какая хорошая женщина. Хоть ездить не надо, да? Показывать, что я хочу. Руки нету. Руки вот так нету. Чудо ждут. Третья группа. Это даже вот, я вспоминаю, как весной картошка, мороженое где-то остается там где-то. Пойдем лебеды набрать, рыжик такой же, сорня где-то. Ну, подворовывали маленькие. Мама там где работает, пшеницу проворачивает. А мы другого толкаем, вроде упала. Сапоги широкие, что там попадет туда? А идешь, она ногу трет. Ну, ни виду, ни подавай. До дома идем, сапог вытрясем. А брат взял два пенька таких, а туда щегунку разбил мелами и набил туда. Теперь крутят, она этими железками растирает. И кашки досыта наелись. Да какая же это власть? Они валят войны. Матери дали звездочку, моя героиня. Десять детей, остальные примерли. Ну, хоть как-то, маленько, никак. Бабушку перетащили к нам, ну, ей-то льготу дайте. Три сына на фронте погибли. Нет ничего. Я жил рядом. Мы у них жили, учились. Вот даже сказать нельзя. Еще сравнивают. Почему коммунистический режим не судили? Почему Нюрнберг не устроили? Некому было судить. Вас не было и никто не судил. Матери пришли, другие страны судили. Другие страны-то судили бы, они не отпускали. Потому что было кому. Было кому судить. Там с Европы, потому что помогли. А у нас никого не было. Дали бы бандеровцам судить. Ваня Москанева была. Они что, говорят? Ну, мы, говорят, знали, как питаться. По лесу идешь, бывает, береза сгнила. Мы потихоньку пень этот разворотим. Если хоть один листик найден будет на пню, посадят. Дети выходили, наши сами колоски срезали. Кажется, 9 колосков, 3 года тюрьмы. Ну, вот какая же это власть-то? Это ни один, ни Чингисхан этого не делал. Он всегда, Гитлер, берегли сельское хозяйство. Потому что надо питаться как-то. Нет. И сегодня коммунисты еще, Зиланович, что-то не слыхает где-то это. Не видать. И знаете, Чингисхан на каком-то этапе завоевания Руси. Он прошелся вначале полностью по всем. Какую льготу давали священникам-то? А потом уже, да. А потом уже, да. Мы сначала всех прошли нормально, прокосили. Ну, сельского-то труженика уничтожаешь. Ты же сам себе понял. А потом на следующем этапе, да. А эти все время давили. Так они язычники были. Индустриализация нужна была, чтобы люди кинулись в город. Как это пишет, говорит, разговаривать нельзя было. Комсомольцы под окнами. Мы с братом сядем в этот, вот, про стенок-то и сидим. Ну, видим, там тень пойдет. Разговариваем шепотом в своем доме. А родители уже забрали, там расстреляли. И вот, когда брата решили бежать, сбежали, говорит, и там они околокотлак отыгряются преступник. Он подошел, товарищи преступники, воры. Сына моего научите воровать, отдаю, говорит, братишку своего. Вот так, брат. А за что это, это уже бог знает только. Не хотели царя? Царь, царь, царишка негодный. Вот его годы. Кровавый Николашко. Да, Калашки, вот. Николашко. Алашки, это Аладий, говорит, дает Алашки. Вот, вот, все. Николашко. Царь, сам погубил, войну затеял. Надо до конца договаривать. Так на колени все встали, когда он вышел, там, в 14-м году, какого там, 30-го июля. На колени все упали, там. Он хотел сказать слово и изумился. Это, он понял, что лицемерие одно сплошное. Хотят, злобы хотят люди, вот и все. Как он тонко чувствовал, царь? Вот сегодня два ролика выставили. Я один, а оказывается, их два. Беседует с Рудским, героем Советского Союза, генерал-майор. И он раскрывает всю подноготную, что сегодня делается. Два ролика я могу послать. Я даже, допустим, Рудского, ну, никак, не друг, не его. Но прочитал, он полностью открыл все. Что делает? Вот, вот, сколько этих номенклатур, Вот, сколько воруют. Сколько, 87 тысяч предприятий закрыто. Это что, непонятно, что ли, где-то. Военные академии все закрывали. Куда посылают воевать-то? Это говорит, посылать-то хоть научить надо. Минимум, полгода надо хотя бы. И он сам-то генерал-майор. Он в Афганистане был, летчик, его подбили, а потом выкупили. И вот он дает два интервью. Ой-ой-ой. У него данные прямо сыпят ими. Я провернуть нельзя. И он говорит, вот, которые стоят заместители, главное по военному делу, ни один в армии не служил и никакого военнообразования нет. Чушь, непонятно-то. Так, все. Не за что. За то, чтобы Бог сказал. Слово тоже, чтобы живо было. Аминь. Есть. Молимся. Ангел вопиерши, благодатней и чистой, а дева радуйся, и парки реков радуйся, твой сын воскресет и дневен от гроба. И мертвые воздвиг новые люди, веселитесь. Светися, святися, святися в Новый Иерусалиме. Слава Бога Господня на Тебе, Россия. Векой ныне веселись сегодня. Ты не чистая красавица, Богородица, а восстание Рождества Твоего. Милостивый Господь, слава Тебе, честь и поклонение за Твое великое, непостижимое, счастливым разумом и долготерпения к стране нашей. Мы здесь живем. Благослови нас, Господи, чтобы язык наш никогда не возраптал на милость Твою, на Твой промысел об этой стране, о каждом из нас. Прибуди с нами, сохрани сие место. Да будет благословен конец нашей жизни, чтобы нам оказаться с Тобою навеки, посетить страдающих, взятых из своих семей, отправленных на фронт Никиту, Александра, Максима и томящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических темницах и лагерях этого монаха Сергея Владислава, Илью Бара. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Отечественный Святой Дух. Аминь. Дай свободу и рождение. Да благослови нас. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.